Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! В центре специалист я веду 30 курсов по трем направлениям. Направление менеджмента управления персоналом, направление soft skills, так называемые мягкие навыки и направление обучения взрослых людей. На такой презентации этого тэка «Бизнес-тренер» вы и сейчас присутствуете. И помимо того, что я преподаю, у меня есть собственный бизнес в сфере финансового консалтинга. Этим я занимаюсь тоже очень давно. И при этом мне действительно доставляет удовольствие передавать тот опыт, который есть. Ну что ж, поскольку мы собрались, это рекламный вебинар. В общем-то, это чуть-чуть приоткрываем дверь этим вебинарам на ту возможность, которую вы можете приобрести, если придете учиться к нам. И, в общем-то, он подвещает как раз программу курса повышения квалификации. То есть вы можете обучиться по трем курсам. Вы видите сейчас их на слайдах. Менеджер по обучению и развитию персонала, тренер для тренеров, мастерская бизнес-тренера. В совокупии это 40 академических часов. Коих будет как раз достаточно для того, чтобы получить профессию бизнес-тренера. Понятно, что еще очень много придется работать. Но, по крайней мере, тот базис, который должен знать бизнес-тренер, вы пройдете. Итак, что же мы на сегодняшний момент будем проходить? Какие задачи этого вебинара я бы хотела, чтобы мы воплотили в жизнь? Как я уже говорила, я с чего начинала посекретничать. В чем же успех бизнес-тренера? Понять, в чем структура, какая структура бизнес-тренинга. Ну и каковы задачи минимума-максимума в тренинге. Поскольку время ограничено, при этом мне бы очень действительно сильно хотелось, чтобы вы с этого вебинара взяли для себя хотя бы один инструмент, который начнете применять, возможно, уже сегодня вечером. Итак, кто же такой бизнес-тренер? Вы знаете, вот то, что вы видите сейчас на слайде, это некий человек, который как бы вне системы. С одной стороны, он, не могу сказать, что напрямую управляет всей системой, все-таки это не руководящий пост. Но бизнес-тренер – это человек, который проводит определенное количество процессов тренировок. Ну, тренер. Кто такой тренер? А что такое тренировки? Это развитие определенных навыков или умений с помощью определенного набора упражнений. То есть, если вот так коротко, то бизнес-тренер – это специалист. То есть, в первую очередь, это человек, который обучился этой профессии. Не просто так вот у него был опыт, и он свой опыт передает. Очень часто я на практике вижу, когда покупаешь тренинг, потому что я сама тоже постоянно обучаюсь, покупаешь тренинг, и, в общем-то, называли его тренингом, ни курсом, ни семинаром, ни мастер-классом. Я подразумеваю под тренингом определенный процесс. Однако я его там не вижу. Да, превосходно по большей части практики передают свой опыт. Но ведь все-таки тренировка – это когда не тренер… Ну, представьте себе бассейн. Да, вот, возможно, кто-то из вас обучался плаванию. Где был в этот момент тренер? Смотрели ли вы просто на то, как тренер плавает? Да, по большей части в бассейне тренер даже не в купальном костюме. Тренер на бережку ходит себе в спортивном костюмчике и говорит, следит за вами, как вы выполняете определенные упражнения. Поэтому бизнес-тренер – это, еще раз, специалист, который владеет определенной системой тренировок и ставит вот эту систему тренировок как цель натренировать определенные навыки. Если это бизнес-тренер, то, соответственно, это бизнес-навыки. А какие у нас бизнес-навыки могут быть? В зависимости от индустрии, но по большей части навыки идентичны. То есть все, что касается коммуникаций – это целый пласт. И если вы тренер корпоративный, то обычно как раз внутри компании бизнес-тренер внутренний корпоративный, он как раз и занимается развитием так называемых мягких навыков, soft skills. Что это может быть? Управление конфликтами, это может быть работа с возражениями, это может быть работа с трудными клиентами, то есть в зависимости от контекста. Может быть деловые переговоры, продажи. И еще целый пласт, который тоже очень часто корпоративным тренером занимается – это обучение руководящего состава. И как я начинала, когда вебинар, я говорила, что это один из самых сложных таких сегментов, когда тренер, бизнес-тренер обучает уже руководящий состав. Ну что ж, давайте посмотрим, каким образом все должно происходить. Как же, в чем же эти секреты бизнес-тренинг? Итак, первое. Вы знаете, все-таки, несмотря на весь опыт, я сейчас не могу протестировать каждого, у кого какой опыт, но при этом, какой бы опыт у вас не был в любой из индустрий, то нужно в любом случае получить профессиональное образование в сфере обучения, развитие именно взрослых людей. Дело в том, что каждый раз, когда я вхожу в группу, тренинг для тренеров, и, наверное, где-то процентов 50 я вижу людей, которые, в общем-то, считают, что достаточно образованы в плане образования. И когда берешь обратную связь, обычно это как раз педагогические университеты, педагогические высшее учебное заведение. И, к сожалению, моему получается, что в педагогическом вузе учат, как учить детей. И многие преподаватели уже потом, даже работая в школе, только потом навыки какие-то разрабатывают, получают навыки от коллег, как обучать, например, тех же подростков. Потому что есть определенная специфика обучения взрослых людей. А в чем разница? Почему? Почему я сейчас так говорю? Разница одна и очень существенная. Когда мы учим детей, они воспринимают преподавателя как некого гуру, который прожил жизнь, который с точки зрения своего опыта может что-то рассказать. То есть есть, я сейчас убираю аспекты воспитанности или невоспитанности, но в общем и целом у ученика не возникает такого момента, что он знает больше или спорные такие моменты, что он предмет знает лучше, чем тот преподаватель. Ну, если возникает, то очень-очень редко. А вот когда мы учим взрослых людей, ситуация кардинально меняется. Потому что как выглядит взрослый человек? Придя на обучение, он считает, что он уже все знает. У него есть свой опыт. И даже если он не считает, что все знает, так или иначе, у него за плечами есть тот опыт, который он уже получил. Он может быть позитивный, может быть негативный. И он вот с этим опытом приходит, и когда бизнес-тренер начинает объяснять какой-то материал, он сталкивается с сопротивлением. И что такое сопротивление? Это когда человек вроде находится, он вроде как слушает, и в то же самое время он не слышит, он не готов, у него внутренний протест. А когда внутренний протест, он не сможет запомнить тот материал, который там дается, какой бы он хороший не был. И здесь как раз и специфика обучения взрослых людей. Что мы не можем просто зайти, дать материал, и на 100% быть уверенным, что те люди, которые слушают бизнес-тренера, на 100% будут это применять. То есть они приняли это. Может быть применять не будут, но по крайней мере тот теоретический блок, который дается, они принимают на 100%. Нет. Вот каждый раз, заходя в группу со взрослыми людьми, по глазам видно, и здесь работает обычно принцип Паретта, если это новая группа и тебя как тренера совершенно никто не знает, то где-то 80% от общего состава людей, которым, да, интересно, они пришли, ну, возможно, денег заплатили даже за это. Но порой интерес складывается такой, что я сейчас послушаю, и вот то, что сходится с моими мыслями, значит, это хорошо, значит, это хороший бизнес-тренер. А вот то, что не сходится, значит, бизнес-тренер плохой. Очень часто вот на такую оценку попадаешь. Поэтому есть ряд определенных инструментов, как обучать взрослых людей, и именно поэтому я первым пунктом поставила получить профессиональное образование в сфере обучения и развития именно взрослых людей. Итак, что же второе? А второе, как ни парадоксально, это постоянно развиваться. Мир не стоит на месте. Мы обучились, и кажется, вот это же расцвет, это как раз то, к чему мы стремились, мы получили какое-то образование, оно нам нравится, но при этом за окном постоянно все меняется. И поэтому каждому тренеру нужно, просто необходимо развиваться. Иначе он отстанет от жизни. В чем, какие пункты постоянно требуют развития? Ну, первое – это ораторское мастерство. Ведь любой бизнес-тренер, он должен превосходно владеть аудиторией, он должен понимать все законы, которые, соответственно, по которым работает группа, понимать, что такое групповая динамика, понимать, что такое зрительный контакт, понимать, как работать с любыми сопротивлениями, какие есть классификаторы слушателей, да, есть понятие, там, говорун, есть понятие рекламист, есть понятие молчу, есть понятие, там, негативист. Ну, огромное количество, мы в тренинге это разбираем подробно, и не просто разбираем, отрабатываем, потому что основная задача как раз навыки приобрести. Да, и вот как оратор – это не только правильно говорить. Ведь если вы проходили тренинг по ораторскому мастерству, тогда вы 100% знаете, в каком процентном отношении стоит воспринятие информации. Вот на что в первую очередь необходимо обращать внимание. То есть тренер как оратор. На что смотрят люди? Обычно очень сильно удивляется, когда я говорю, что на невербалику. Это не моя статистика, это ученые доказали, что 55% информации люди считывают невербально. От того, как сидит или как стоит бизнес-тренер, что у него с руками, что у него с лицом, что у него с мимикой, 55% успеха. А на втором месте – это 38% – это голос. И если голос не нравится, если голос не воспринимается, то и те слова, если включить сейчас математику, то это всего 7% на слова уходит. То есть на тот текст, который вы говорите, на ту информацию, они не будут восприниматься. Поэтому мы на курсе и учимся, в том числе, быть тренером, оратором, как владеть этой аудиторией. И почему я написала это в пункте «Постоянно развиваться»? Дело в том, что у каждого бизнес-тренера в карьере происходят моменты, когда он не только тренинги делает, не только тренинги читает, но он может, например, часто привлекать в корпоративном формате, например, какие-то мастер-классы или семинары, такого лекционного формата, когда приходится держать аудиторию, например, 600 человек или тысячу человек, выступать на какой-нибудь конференции. И, конечно, это уже существенная разница. Это не как, когда ты ведешь тренинг, а в тренинге не больше 12 человек должно быть. Что же еще? Коучинг. Новомодное слово. Многие, в общем-то, говорят, что уже несколько поднадоело даже это. Но при этом навыки коучинга дают бизнес-тренеру как раз вот этот секретный инструмент, когда бизнес-тренер может задать очень важные вопросы, исходя из того контекста, в котором он работает, для того, чтобы быть хорошим фасилитатором. Что такое фасилитация, чуть попозже я тоже расскажу. И вот коучинг, он действительно, когда обучаешься коучингу, ты обучаешься владеть голосом. Ты обучаешься задавать правильные вопросы. Ты обучаешься как раз быть тем организатором того процесса, который ты делаешь. То есть, по сути, в элементах тренинга очень много группового коучинга. Когда ты задаешь вопросы, и та группа, особенно если вы корпоративный тренер, вам важно за короткое время, чтобы люди смогли сгенерировать, например, какой-то скрипт. Вот не вы его написали. Потому что обычно выглядит так. Возьмем продажи. Есть некий скрипт работы по телефону, к примеру. И вы его даже написали, он отработан. И просто в такую принудиловку отдаете персоналу. Есть ли у вас гарантия, что персонал начнет по нем работать? Что там не будет внутреннего протеста или даже внешнего протеста? Я на своей практике видела, что сколько бы скриптов не давали, они их читают. Есть два варианта. Говорят, вау, здорово. И потом не следует. И есть вторая категория, которую даже не читают. Положили в какой-нибудь ящик и на этом успокоились. И еще скажут, что он не работает, что не попробовали. Поэтому, владея навыками коучинга, любой бизнес-тренер может так называемую вскрыть потребность на то, чтобы люди начали думать сами. И они как профессионалы, они как взрослые люди, которые работают, например, в этой индустрии, они смогут найти те самые волшебные слова, которые позволят потом превосходно работать. То есть это будет не пластмассовый скрипт, пластмассовый, конечно, в кавычках. Это будет действительно живой скрипт, это будет живой текст, который действительно будет помогать людям работать. Что же еще? Это развитие эмоционального интеллекта. Да? Так не парадоксально. Дело в том, что развитие эмоционального интеллекта – это серьезная работа любого бизнес-тренера. Ну, в общем-то, любого человека. Начнем даже с этого. Потому что есть такая, так скажем, эмоция, наверное, которую очень важно проявлять каждому. Такой даже навык, несколько эмоций, навык – это эмпатия. Часто люди путают эмпатию с симпатией, но при этом симпатия – это все-таки, когда тебе нравится человек, и ты с ним полностью согласен. А эмпатия – когда тебе нравится человек, независимо от того, согласен ты с ним или нет. Это какая-то безграничная любовь к людям. Вот правда, любой бизнес-тренер прекрасно знает, что если он работает целый день, например, с утра и до вечера, то действительно ты отдаешь очень много энергии, как бизнес-тренер, тем людям, которые к тебе приходят. И это действительно дает колоссальный успех, такое колоссальное продвижение тех людей, которые пришли. Без энергии, без той эмпатии к людям, что, в общем-то, неважно, квадратный ты, круглый, треугольный или еще какой-то. То есть это некое такое безоценочное пространство. И острое желание все-таки помочь людям развивать свои навыки и компетенции дает бизнес-тренеру, даже если у него нет у самого опыта какой-то отрасли, но при этом он очень грамотно владеет инструментами тренировки, он становится очень быстро известным и востребованным на рынке. Неоднократно это видела. Поэтому, да, нужно развивать эмоциональный интеллект. Что же еще? Знаете, есть такая поговорка, лучше меньше, да лучше. Если вы только собираетесь стать бизнес-тренером и ищете какую-то свою стезю, у меня совет такой. Не пытайтесь одновременно сразу взять несколько тем. Возьмите какую-то одну. И станьте там асом, станьте там гуру. Все остальное прибьется автоматически. Пусть вы будете экспертом в чем-то узком. Затем только постепенное расширение. Потому что на двух, на трех стульях, если вы не владеете еще хорошими навыками, не усидишь. Каждый тренинг, каждый, сколько бы вы эту тему ни вели, каждый раз это новые люди. И каждый раз вам нужно будет готовиться к этому, как будто первый раз. И это действительно много ресурсов забирает. Что же еще? Совет такой от успешных бизнес-тренеров – это обязательно вступать и общаться в профессиональных сообществах. Потому что часто тренера друг у друга учатся. Знаете, когда уже примелькалась одна и та же ролевая игра. И ты думаешь, ну, даже не знаю, какую ролевую игру или какой бы кейс здесь дать. Профессиональные бизнес-тренеры, они уже научились фасилицировать как раз ту группу и получать кейсы от непосредственных участников тренинга. Но для начинающих бизнес-тренеров это пока, ну, или сразу же не всегда они видят эти кейсы. Да, вот чтобы за секунду не готовиться. То есть на сегодняшний момент у меня очень много, так скажем, активности идет от конкретной группы. То есть бывает группа, поскольку у меня по большей части как раз сборная группа из разных компаний, занимаются разными, из разных индустрий. И для того, чтобы быть более полезной группе, да, ты уже формируешь какой-то кейс, исходя из конкретных задач, конкретно взятой команды. И я не придумываю заранее кейсы. То есть есть они придуманные, заранее, да, продуманные. А есть вот кейсы, которые ты берешь вот от конкретной группы. Поэтому в профессиональных сообществах так или иначе кто-то какую-то игрушку подсказал. Кто-то просто поговорил и ты пошел, посмотрел, как другие ведут, например, такую же тему. Обычно это очень хорошо вдохновляет, когда ты понимаешь, что ты хочешь дальше развиваться. И это помогает тебе тоже быть успешным. Что еще? Уметь продавать. Да, в прямом смысле слова. Потому что те люди, которые умеют продавать, они прекрасно знают, что что бы вы ни продавали. Ну, допустим, неважно, да, вы конкретно взятый человек, который работает в продажах. И в любых продажах ты понимаешь, что первое, что ты продаешь, это себя. Потом только услугу или товар. И на третьем месте это компания. И вот бизнес-тренер, поскольку первое в цикле продаж стоит продажа себя, бизнес-тренер любой должен уметь себя продавать. Уметь продавать себя руководство, уметь продавать себя уже участником тренинга и так далее. Сначала себя как личность, как профессионала, затем уже те инструменты, которые у него есть, да, и потом уже только компанию. Ну, для некоторых это вообще фриланс, да, и они, вся компания это там ИП какой-нибудь, да, или там ООО какой-то, да, если это ваш бизнес. Поэтому уметь продавать однозначно нужно. Ну и третье, в общем-то, секрет, это любить свое дело. Вот действительно, если вам это нравится, то даже если у вас осталось совсем чуть-чуть времени, и вы в слайдах не доделали какие-то картинки, я вас уверяю, можно полночи найти, там, за два часа до старта найти картинки, найти какие-то видеоролики, и не чувствовать усталости, и когда вы придете на тренинг и увидите благодарные глаза своих слушателей, участников, то, как-то, знаете, берется энергия, и ты думаешь, да, я не просто так эти два часа там не доспал. Каковы же компетенции бизнес-тренера? Ну, вот, давайте посмотрим, что же делает вообще любой бизнес-тренер, особенно если он внутри компании, посмотрите. Есть такая шкала, как обучение по обучению компетенциям, да. И вот корпоративная модель компетенций обычно в любой компании как раз формулируется, то есть чему учить конкретно взятых людей. Дальше существует система оценки персонала. То есть кого учить. И существует система обучения и развития. Опять же, в каждой компании она совершенно разная, и под каждую компанию она, по идее, должна прописываться индивидуально. Это, кстати, на курсе менеджер по обучению и развитию персонала мы как раз разбираем ту мат-часть, ту теоретическую часть, все вот эти бизнес-процессы, как они должны выстраиваться. Для многих было откровение, для T&D, да, это аббревиатура менеджера по обучению и развитию персонала, что они должны уметь продавать. Ну, действительно, да. Вот весь этот процесс нужно уметь продавать. Посмотрите, почему. Вот чему учить, кого учить и как учить. И когда бизнес-тренер, например, корпоративный, или даже не корпоративный, а пришел на переговоры, например, как фриланс. И ему зададут, в общем-то, даже не ему зададут, а обычно говорят, вы знаете, вот у нас есть 20 человек, научите их продавать. Все. Весь запрос. И вот здесь как раз и понадобятся навыки коучинга, уметь задавать вопросы. Я сейчас сильно упростила, да, там, три вопроса. Чему учить, кого учить и как учить. Но при этом хотя бы эти три вопроса нужно задавать. Иначе вы сядете за написание какого-то конкретно взятого тренинга, и у вас будет очень большое количество неизвестных. И будет непонятно, что же все-таки там хотят. Практически большинство заказчиков, я на таких переговорах была уже неоднократно, в общем-то, далеко не всегда даже люди понимают, то есть выделили деньги, бюджет, готовы в сторонней организации учить своих людей, но они не могут ответить на вопрос, который я всегда задаю на любых переговорах, а как вы поймете, что тренинг прошел не зря, что тренинг был полезный. Они говорят, ну, будет повышение продаж, например. Насколько повышение, в каком временном промежутке. То есть систему смарт, постановки целей, тому же бизнес-тренеру, мало кто владеет этим. Или, по крайней мере, знать знают, но не применяют. Поэтому, а тут же будет зависеть от того, как учить, будет зависеть, соответственно, что вы будете проводить. Будет ли это тренинг, будет ли это дистанционное обучение или семинар, или какой-то курс. Потому что, когда тебе говорят, тебе нужно за один день, за один вечер обучить 200 человек, явно тренингом здесь не пахнет. Нужно отдавать себе и в этом отчет. Итак, каков же цикл работы бизнес-тренера? Давайте посмотрим. Первое – это определение потребностей. Вопросы, 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 которые должен задавать бизнес-тренер, конкретно взятому человеку, который заказывает тренинг. Второе – это определение целей обучения. Зачем? Зачем учить этих людей? Затем определение содержания. То есть в зависимости от цели вы будете смотреть, например, какие навыки нужно приобретать. Навыки или знания. И в зависимости от этого вы уже будете выбирать методы обучения. Может быть, нужно тестирование просто какое-то сделать. Может быть, можно ввести систему, как это даже сегодня запрос такой был, когда вот 3000 человек, и так, чтобы тренер, в общем-то, минимально их трогал, так, чтобы одновременно их собрать они не могут. То есть метод обучения может быть какой-то а-ля такое тестирование, то есть запись теоретического блока, а потом вопрос-ответ. То есть разные методы могут быть. На тренинге мы это будем разбирать. Затем уже организовать это обучение, потому что далеко не всегда бизнес-тренер может сам прочитать тот или иной тренинг, провести тот или иной семинар, и ему тогда нужно тоже владеть, то есть должны быть компетенции, чтобы выбрать, например, стороннего бизнес-тренера или какую-то стороннюю тренерскую компанию для того, чтобы те навыки, которые должны приобрести участники, они были выполнены. Ну и, естественно, оценка эффективности обучения. Потому что если цикл не завершить, то получится, что что-то делаем, какой-то процесс происходит, потом это все бросается, то есть отсутствует контроль. Как только нет контроля, результата тоже не будет. Поэтому я несколько завидую корпоративным бизнес-тренерам, потому что у них есть возможность отконтролировать, то есть, например, сделать такую систему, через неделю или через две, через три, например, сделать видео-сертификацию. То есть как люди эти навыки стали применять. Вот в своей компании у меня это есть. А вот когда я читаю какие-то тренинги, делаю тренинги в Центре специалист, я всех слушателей прошу, поскольку оставляю свою электронную почту, давать мне обратную связь. Что же у них получилось? И всегда улыбка на лице, когда приходит такая обратная связь, конечно, не от всех, но даже если она приходит от 20% людей, то ты понимаешь, что ты не просто так делаешь свое дело. Это вдохновляет. И самое главное, давайте сейчас разберем, как же нам организовать обучение, как бизнес-тренеру, в зависимости от того, что за люди. Я сейчас рассматриваю в контексте, например, внутрикорпоративного тренера. Но даже если вы внешний тренер, вы тоже должны понимать, что все будет зависеть, и какие методы обучения будете применять, зависеть от того, как давно, в каком статусе работают люди. Итак, вот такой, можно сказать, шуточный, но, знаете, в каждой шутке есть только доля шутки. Цикл работы персонала. И я хочу такую зависимость вам показать. Это активность и результативность. Вот смотрите, когда приходит новый человек на работу, у него, по сути, высокая активность, но низкая результативность. И я его называю ребенком. И так, почему ребенок? Потому что каждый ребенок, он делает очень много действий, активность высокая, но при этом результаты у него еще низкие. Ему нужно научиться коммуницировать с новым руководителем, ему нужно научиться коммуницировать со своими коллегами. Он еще не знает всех бизнес-процессов. То есть много такого хаоса, много такого движения. И поэтому обучать новичков – это определенный список тренингов, определенный список семинаров именно для новичков. Ну, например, welcome training. То есть, по сути, даже тренингом я бы его не называла, это такое устойчивое выражение, потому что нам дается информация, например, о корпоративной культуре, чтобы не было у нового человека вопросов, можно ли в пятницу в джинсах прийти. Или, а как можно отпраздновать, как принято в компании отпраздновать день рождения. Или еще какие-то, как принято разговаривать друг с другом. То есть, а как принято, можно ли с руководством на «ты» или на «вы», можно ли самому инициировать какую-то встречу. Вот такие вот все нюансы. Конечно, мы для ребенка даем, для ребенка в кавычках, мы даем по определенному шаблону. И важно понимать, что вот этот ребенок, обычно это возраст от нуля до трех месяцев, то есть, вот так называемый наш испытательный срок, когда бизнес-тренер должен помогать руководителю этого нового сотрудника определить, он способен, нужно ли его оставлять дальше или нет. Он способен, он может обучаться. То есть, далеко не всегда в компанию приходит человек, который обладает всеми компетенциями, которые нужны на данном месте работы. То есть, многие вещи приходится развивать. Если человек не обучаем, то, наверное, нужно на этом этапе и расстаться. Здесь в совокупе нужно работать и с HR службы, и с руководителями, ну и с самим, конечно, сотрудником. Что же происходит, когда ребенок проходит эту стадию? Дальше он превращается в звезду. Когда активность высокая, и результативность высокая. Наверное, это мечта каждого человека, чтобы, особенно руководители, они хотят, чтобы у них был звездный состав. При этом для бизнес-тренера это определенные сложности. Потому что звезда, она уже имеет навыки, компетенции. Вот как раз именно звезды приходят на тренинг, иногда с кислыми лицами, говорят, ну чему ты нас научишь? Боже мой, это мы и сами все знаем. То есть, обычно звезды уже, особенно если он несколько месяцев, а может быть и лет, они не хотят учиться. Они хотят, чтобы вот все им рукоплескали и не трогали. Однако, если со звездой никто не справится, и звезда будет использовать только те навыки, которые у него там есть, он превращается, то есть он активность уменьшает, он превращается в динозавр. И все знают, что динозавр-то вымер. Поэтому быть в стадии динозавра очень-очень сложно. Ты понимаешь, ну не всегда эта осознанность, конечно, приходит. Сотрудник, в общем-то, по инерции еще делает результат, но активность снижается, то есть он не ходит на обучение, он не хочет развиваться, он не читает никакие книги и, в общем-то, деградирует. И когда у тебя на тренинге половина состава – это динозавры, они обычно садятся на задние парты, на последние парты, и что-то между собой, может быть, что-то там разговаривает потихонечку, играет в телефон и так далее, в общем-то им скучно, ну вот как-то так, звезда, она еще будет светить, то динозавр уже вообще потерял какой-то интерес. Конечно, это не задача бизнес-тренера что-то резко во время тренинга что-то с ним делать, но нужно вовлекать. Задача бизнес-тренера – вовлечь и звезду вовлечь, использовать тот опыт, который есть у звезды, и вовлечь динозавра, и, конечно, нужно обязательно давать обратную связь руководителю и сказать, что вот есть такая тенденция конкретно взятого человека или группы людей, к тому, что они вот-вот могут покинуть компанию, потому что обычно динозавры уже разместили свое резюме и, в общем-то, порой приходят на обучение, особенно если это стороннее обучение, приходят с мыслью, что вот сейчас мне компания получит, я, соответственно, получу очередной дипломчик, приложу его в портфолио и я буду дороже стоить. То есть вместо того, чтобы эти навыки начать применять в данной компании, в которой он работает, это используется уже для того, чтобы некая манипуляция, для того, чтобы продать себя подороже, но в другой компании. И очень часто я с этим сталкиваюсь, когда корпоративный, например, заказ, и подходит кто-то из слушателей, говорит, говорит, а вы вот дадите нам свидетельство, и там будет написано, что вот применят у имени Баумана, да, это статусно, вы нам отдадите. Вот знаете, я как бизнес-тренер даже рекомендую не отдавать на руки эти свидетельства, ну, по крайней мере, сразу. Пусть люди отработают какое-то время либо вообще ученический договор заключать, потому что, к сожалению, если вот так приходят и спрашивают, в общем-то, я понимаю, что человек уже как-то лыжнуто в другую сторону навострил, да, и компания потратит свои деньги на обучение данного сотрудника, а он уйдет. Ну что же, если ничего не делать под динозавром будет следующая стадия, это висельник, когда уже активность низкая и результативность низкая, и результата там нет, обычно с этой стадии уже люди расстаются. Можно ли перепрыгнуть с динозавра в звезду? Можно, но только обратите внимание на рисунки, есть стрелочки по часовой стрелке, то есть из динозавра мы можем только через, как я называю, черную метку, то есть через предупреждение последнее китайское или первое китайское, не знаю, что от человека ожидается некоторый другой результат, чем он сейчас делает, и опять же переходит в состояние ребенка, то есть он должен пройти определенные тренинги, опять же повысить свою квалификацию, он должен начать учиться, начать работать лучше, и тогда, конечно, это будет не три месяца, обычно это неделю-две, для того, чтобы восстановить его опять в звезду. Да, вот такой вот цикл. И, коллеги, если у вас есть какие-то вопросы, я в конце на них отвечу, но если вот сейчас какой-то порыв, может быть, что-то непонятно, вы пишите мне их в чате, я, соответственно, буду потом отвечать. Итак, как же этот путь от ребенка до звезды проходит в тренинге? Я думаю, я думаю, что многие, кто уже занимается профессиональным бизнес-тренером, вы тренингами, вы знаете, что такое сознательное, бессознательное, компетентность и, соответственно, некомпетентность. Ну, цикл вот такой. То есть, когда первая стадия, это бессознательная некомпетентность. Ну, представьте того же ребенка, то есть он не знает, что он чего-то не знает, он просто никогда с этим не сталкивался. То есть, когда мы были маленькими детьми, мы, в общем-то, даже не сталкивались и не задумывались о том, что мы не умеем, например, ездить за рулем, водить машину. У нас были другие какие-то цели и задачи, поэтому, в принципе, это никак не волновало. Затем, когда подрастаешь, то ты начинаешь, у тебя появляется знание, то есть ты сознательно понимаешь, что ты чего-то не знаешь. Например, ты сознательно понимаешь, что ты не умеешь водить автомобиль. И тут следующая стадия, если появились знания, что ты не знаешь, происходит в цикле сознательная компетентность. Например, а я хочу научиться, и я иду учиться. То есть, у меня появляется сознательная компетенция, что я научился, и теперь могу это делать, когда захочу, ну или когда вынудит обстоятельства. И следующая стадия, когда неоднократное повторение, как говорят, привычка формируется за 21 раз, вот неоднократное повторение одних и тех же умений приводит в бессознательную компетентность. Когда вы даже не замечаете, что и не задумываетесь, то, что вы делаете. Это происходит на автомате. И вот если сейчас вы понимаете, кто-то учился водить автомобиль, выглядит это таким образом. Вот на уровне умений ты научился, но ты еще не можешь разговаривать, слушать музыку за рулем. То есть, в общем-то, ты получил права, но еще все очень-очень осторожно. А уже в бессознательной компетенции ты порой даже не помнишь, как ты доехал из пункта в пункт Б. Это просто действительно происходит на автомате. и я за рулем уже 15 лет как-то меня одна знакомая спросила «Лен, а сколько должно быть оборотов у двигателя, чтобы переключиться на третью скорость?» Мне этот вопрос просто в тупик завел, потому что я не знаю. Я говорю «А ты просто слушай двигатель и все». Правда, потому что училась уже очень давно и это действительно происходит совершенно бессознательно ты едешь себе и едешь. На каком там какие обороты должны быть в общем-то никак не волнуй. Точно так же когда ты учишь например продажников спрашиваешь «А сколько раз ты отрабатывал возражения с клиентом?» Они не могут ответить. То есть новички да, говорят «Я пять раз отрабатывал», а вот те кто у звезды они говорят «А пока не надоест». Спрашиваешь «Кому?» Мне. Ну то есть сам продажник в общем-то вот по ощущениям да, то есть тут по слуху он умеет слушать клиента и поэтому он не считает сколько раз он отрабатывает возражения. Итак, как же вот этот путь сделать максимально быстрым? Потому что очень редко когда есть возможность растянуть это там на полгода всегда заказ на тренинг такой «Завтра вот тебе три часа сделай так чтобы все все умели». и существует структура тренинга я на курсе тренинг для тренеров как раз показываю и мы отрабатываем навыки как проводить тренинг как его составлять по принципу Дэвида Колба и так первое что происходит то что нужно сделать это опыт обычно как вот любой тренинг любой тренер который не получал образование не знает кто такой Дэвид Колба он говорит так ну есть теория есть практика то есть я даю теоретически какой-то блок это практиковал а помните с чего я начала что есть специфика обучения взрослых людей так вот если вы сразу же даете пришли у вас люди сразу же даете теорию а они не готовы ее воспринимать и потом казалось бы дал теорию все разобрал все по крупицам потом даешь практику а люди не применяют потому что они не согласны с этим они считают что они лучшего знают и вот когда выстраиваешь тренинг по Колбу начинается все с опыта ну например я сейчас опять же вот беру типовой пример продажников тема работы с возражениями и это все звезды это люди которые уже работают 5-6 лет и так далее и по идее они это все знают они это на практике даже если они ничему никогда не обучались то в общем-то они на практике уже должны как-то прийти к какой-то закономерности как же это делать и вы даете тему говорите сегодня у нас тренинг работа с возражениями но прежде чем мы пойдем в тему давайте посмотрим а что вы уже умеете вы же взрослые люди вы знаете парадокс действительно взрослые люди просто обожают играть чем больше у вас будет практикума тем лучше и вот тренинг по колбу он выглядит таким образом это 30 на 70 30 процентов теории 70 процентов практики это действительно колоссально когда ты за один тренинг может быть он несколько дней в зависимости от темы вырабатываешь определенные навыки конечно еще вряд ли это будет в формате прям неосознанной компетенции но по крайней мере за короткое время люди не только будут знать теорию но и практику то есть выставляете людей два человека какой-то кейс возможно из их жизни и один возражает один в активной фазе другой в пассивной один например клиент другой менеджер по продажам а все остальные наблюдают то есть даете задание чтобы проанализировать удалось ли что было хорошо сделано что плохо сделано как можно сделать по другому тем самым вовлекается вся группа которая присутствует поэтому сначала опыт а что опыт дает вот сколько раз я проводила тренинги по именно такой в такой последовательности какой бы ни был слушайте вот сколько бы у него не было опыта срабатывает стресс что вдруг его вызывают и он там что-то делает и по большей части получается некое обнуление они понимают что они чего-то не знают и тогда начинают анализировать вот это ощущение я чего-то не знаю я готов услышать а как можно еще то есть он сам анализирует ему дают обратную связь и он готов это услышать это увидеть и только тогда видите третьим пунктом вы даете теорию то есть сначала опыт сначала какой-то кейс затем анализ этого обратная связь от тренера обратная связь от группы и потом только теория и когда вы дали теорию эту теорию потом в практике отрабатываете тут могут быть чек-листы например для того чтобы обратная связь была именно по той теории да дали например три пункта что нужно сделать пункт А пункт В и когда они отработают на практике например в тройках то третий человек будет наблюдателем и соответственно заполняет чек-лист и человек опять получает опыт он опять получает по кругу опять пошли получил опыт опять проанализировал вернулся возможно к теории открыл тетрадочку то есть мы вынуждаем человека вернуться к тому материалу который мы давали при другой постановке вопроса вряд ли они полезут свои тетрадки если говорить про задачи минимум и максимум в тренинге то получается что задачи минимум это дать осознанность участникам что есть куда расти то есть мы даем мотивацию к действиям а задача максимум это показать участникам что они могут делать что-то новое по-новому получать лучший результат это действительно задачи максимум И на курсе «Тренинг для тренеров» мы проходим, в первую очередь, модуль «Эффективное обучение взрослых людей». Сами пробуем, то есть я не просто преподаю и говорю о том, что нужно сделать вот так, вот так. Сам тренинг идет тоже по циклу колба, поэтому когда вы не только это слышите от меня, но и сами в этом процессе, вам гораздо проще переиначить, даже если вы никогда не работали по колбу, вы сможете это сделать, вы можете это ощутить, как это. Модуль 2 мы полностью отрабатываем уже цикл обучения колба, как подходить к сотрудникам, как построить тренинговый цикл. То есть вы будете в процессе тренинга писать какой-то свой тренинг. Пожалуйста, идя на этот тренинг, поставьте себе задачу, что вы напишите и отпрактикуете определенную тему. То есть это не теория, 70% практики. То есть вы приходите и говорите, мне нужно, я всегда в самом начале спрашиваю, с чем пришли, что будет наилучшим результатом по итогам тренинга. То есть у вас будет возможность полностью описать, то есть не платить какие-то дополнительные деньги для того, чтобы вам кто-то написал. Вы соберете весь материал, вы поймете, что тренинг писать быстро и весело, реально весело. Вы научитесь проектировать блоки тренинга, связывать разминки, теорию, как это все воочию, тут же оттренировать это. И, конечно, у нас будет модуль, когда мы будем изучать, что такое ролевая игра, какие у нас есть особенности, как это можно использовать. Чем отличаются, когда нужно ролевую игру, а когда нужно кейс, как проводить модерацию, фасилитацию, вообще в чем отличие. Зачем разминки, кто-то киннерджайзеры. И что такое мини-лекция? Ну вот, кстати говоря, очень многие перегружают информацию. Помните фунт? Лучше меньше, да лучше. Мини-лекция на самом деле это максимум 15 минут. Через 15 минут, 15, ну 20 минут мозг человека начинает перегружаться. И если вы не смените активность, то вряд ли эта лекция запомнится. Как делать мозговой штурм? А самое главное, вы попрактикуетесь полностью, все вот эти особенности подготовки, все эти инструменты вы отпрактикуете в самом курсе. И, как я уже говорила, что на самом деле тренинг для тренеров, это так, чтобы в идеале вы понимали, что у вас есть весь материал и теория, и практика, то это 40 академических часов. Мы специально выстроили такую систему, что это трек. При этом вы можете оплачивать по очереди, да, то есть, например, менеджер по обучению и развитию. Причем вы этот тренинг можете, вернее, это не тренинг, это курс. Вы можете его даже пройти по вебинару. И ближайшая дата, это 17-го, 10-го числа. Затем прийти на тренинг для тренеров и научиться выстраивать тренинги, тренировать свои навыки как тренера. И 18-го декабря это мастерская бизнес-тренера, на которой я дам вам методологию, как писать. То есть, в общем-то, после мастерской бизнес-тренера многие тренера понимают, что они могут на этом зарабатывать. Они могут написать, то есть, они владеют методологией написания тренинга и продавать уже вот эту матчасть. Я благодарю вас. Наш вебинар подошел к концу. Выбирайте центр специалист. Телефон и адрес написан сейчас. И как великий учитель из фильма «Да пребудет с вами сила». До встречи на нашем курсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok